МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Крымской столицы. О самом важном, актуальном, Симферопольском расскажем прямо сейчас. Сегодня в выпуске. Цена времени в Крыму оборудуют 20 вертолетных площадок в районных больницах. Без них санавиация теряет драгоценные минуты. В экстренных случаях пилоты вынуждены приземляться даже на футбольные поля. Как медики Симферопольского района борются за жизнь пациентов, расскажет Дмитрий Попов. Был перелом позвоночника на уровне грудного отдела. Были переломаны ребра справа-слева и закрытая черепно-мозговая травма. Фельдшер Анастасийский Евгений Подурец вспоминает несчастный случай. Однажды мужчина упал с дерева у себя в саду. Так как это произошло в Старом Крыму, а квалифицированную помощь нужно было получать срочно, пришлось вызывать санавиацию. Подобных тяжелых случаев бывает до трех в день. В прошлом году спасли 178 пациентов. Экономия времени. Это, как говорится, золотой час для пациента. Особенно это для инфаркта, инсульта. Это очень важно доставить до 12 часов. В обратном случае можно и не успеть оказать нужную помощь. Препятствие номер один – отсутствие специальных вертолетных площадок. В каждом случае пилотам нужно искать место для посадки. Но скоро все изменится. В Крыму появится 20 новых вертолетных площадок. По одной в каждом регионе. В Симферополе ее построят в клинической больнице скорой помощи номер 6. Находиться она будет на территории учреждения. Вот как раз сама больница. Главный вход с другой стороны. Взлетная площадка будет примерно здесь. Запланированная площадь 30 на 30 метров. К строительству приступят после стадии планирования. Это может быть в конце года. У медучреждений будут установлены целостные имущественные комплексы. В них будет входить навигационное оборудование, многослойные площадки, складские помещения со специальным инвентарем и сигнальная аппаратура, которая позволит принимать вертолеты в ночное время. В среднем одна вертолетная площадка будет порядка 15 миллионов стоить. Это проектирование и непосредственно самоустроительство. Пока в Крыму нет ни одного своего санборта. Помогают соседние регионы. До 2023 года появится вертолет «Ансад». Он легкий, компактный, обладает встроенным медицинским модулем. Стоимость летного часа по подокраснодарского края будет в три раза ниже, чем у нас сейчас. С учетом зарплаты пилотов и летной нагрузки, эксклюзационных расходов. Взлетные площадки для вертолетов построят в следующем году. Без них, чтобы доставить пациента с борта в палату, иногда приходится тратить до 20 минут. Последствия то время может сократиться в четыре раза. Дмитрий Попов, Данил Захаров. Новости 24. Искусственно созданный дефицит. Жители Симферополя жалуются, что в местных аптеках не найти традиционное средство респираторной защиты – маски. Алина Бакланова провела собственный рейд и готова рассказать, есть ли смысл переживать и обоснован ли спрос. Младший брат Дмитрия Ляха учится в начальной школе. В детском коллективе инфекционные и вирусные заболевания распространяются быстрее. В классе у многих ОРВИ. Для личной безопасности решили купить медицинскую маску. Масок в аптеке не было, мне отказали. Ходил в другие аптеки, масок там тоже не обнаружено. На полуострове эпидемиологический порог гриппа наступил еще в феврале. Сегодня ситуация стабилизировалась, но о профилактике забывать не стоит. Переменчивая погода для крымчан сегодня – главная опасность. Медицинские маски обеспечивают защиту организма от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Врач, например, обязан надевать такое средство защиты для того, чтобы осмотреть пациента, а обычные жители – чтобы обезопасить себя от респираторных заболеваний. В социальных сетях крымчане стали активно распространять информацию о том, что масок в Симферополе не осталось. Мы решили проверить это лично и зашли в несколько частных аптек. Масок нет. Вообще? Вообще. И повязочных ничего? Ничего вообще нет. А когда будут, вы не знаете? Пока не знаю. А давно у вас нет? Вроде же были недавно. Недели, две уже нет. Их на поставщиках нет сейчас. Это только если самим шить. Такой дефицит в аптеках связывают со вспышкой коронавируса, который зарегистрировали в ряде стран. Всеобщая паника в Симферополе создана искусственно. В Крыму сегодня заражения нет. Для исключения опасности на карантине сегодня находится 50 человек, которые ранее побывали за границей. В большом спросе раскупают, разметают просто все с прилавков. У нас уже реализовано за вот этот период более 30 тысяч масок. Здесь больше ажиотаж подогретый средствами массовой информации. Абсолютно нет никакого смысла вот в таком количестве их скупать. Государственные аптеки заказали дополнительно новую поставку партии медицинских масок. В крайнем случае особо мнительным гражданам для личного успокоения специалисты рекомендуют использовать ватномарливые повязки. Алина Бакланова, Владислав Кравцов. Новости 24. Набережную реки Салгир убирают в преддверии Международного женского дня. Идет работа по очистке русла и озеленению. Кроме того, там устанавливают новые урны. Уже появилось 20 штук. Кроме того, сегодня в администрации крымской столицы ищут способ исключить случаи порчи муниципального имущества на территории прилегающей главной водной артерии города. Очень беспокоят акты вандализма, которые происходят ежедневно. Сотрудники полиции не успевают отслеживать эту ситуацию, потому что не хватает, видимо, патрулей. Людей для патрулирования этой территории сбивают освещение, столбы разбивают. Это ужасная, воспиющая ситуация. Перемены ждут и Симферопольский сквер космонавтики. Командование военно-космических сил Российской Федерации одобрило проект под названием «Патриот». Теперь воинская часть в Евпатории может передать на баланс крымской столице уже неиспользуемую космическую антенну. Об этом сообщил депутат Госсовета Республики Валерий Аксенов. Конструкцию установят возле кинотеатра. Работы по благоустройству аллеи планируют начать уже на следующей неделе. Для этого необходимо очистить площадку возле кинотеатра от личного транспорта. Обновленную зеленую зону обещают открыть для посетителей уже в апреле. Это были все новости Симферополя. Смотрите нас каждый будний день в 17.30. Желаю вам всего самого доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!